Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, что ждете с нетерпением программы «Живые», потому что здесь появляются периодически очень интересные музыканты. И, понятное дело, с 8 до 10 в этой студии мы проводим время не зря, а для того, чтобы радовать вас и, соответственно, привлекать ваше внимание к замечательной музыке. Как обычно, традиция есть традиция, мы от нее никогда, наверное, не откажемся, просто потому что, кажется, она мне лично очень справедливая. Сначала песня, после чего, естественно, уже познакомимся ближе с теми, кто здесь сегодня. Готовы? Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! В тюмі тут нема такого, чого б знати я не міг. Але знов себе до себе в гості прошу ласкаво, стихо сам собі заплачу, так ніхто б і не почув. О, навіщо зіймати без публі кілемент і читати му по колу сам собі досхочу. Ті самі монологи про ті самі проблеми кудись постійно крокує. Невгамовне життя нас до самої смерті на порог стоптує, за вітром відлітає нас завжди без вороття. Чи то просто в домовину, чи то пекла в безодню. Побудована вічність на наших костях, може костяк і тішить ані трохи, ні легше мені. І прострілює серце страх, я не встину зробити деякі речі. Ті кі речі Ті кі речі Я не хочу бути потім, хоч без тебе я ідол. І не треба без смерті мені посмертного. Час добряче налякану пірамідами віковічного. Мене воно вже не стерпить. Хочу встигнути, побути сьогодні собою. А боюся, що не встигну, бо завжди не встигаю. Проливатися з неба дощовою водою. Чим це більше дріб'язково дим, це більше глобально справжнє щастя у істинах. Хрестом матійних посадити хочу дерево. Побачить, як виросте збудувати будинок у власному стилі. І зустрітись з тобою, бажаю встигнути. Хтось до мене тихенько впіть він підійшов. І гарячою рукою обійняв мої плечі. То не зовсім не сподіванка, зовсім не шок. Просто вчасно відбулися деякі речі. 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 вещь, абсолютно. Меня она пробила настолько, что, знаешь, как бывает, как бабочку, которую на булавках пришпиливают к стенке, вот меня пришпилило точно так же, когда я услышал эту вещь. Настолько потрясло, что вообще сомнений не было, что эта песня должна звучать в премьерах, а она, значит, должна быть в ротации радиостанции. Это очень круто. Ты сегодня споешь ее тоже, да? Да, обязательно. Без Саши, конечно, но что делать? Обязательно. Спасибо тебе большое. Теперь я сообщаю всем, кто хотел бы связаться с нами по поводу эфира, как это сделать. СМС-портал если вам удобнее писать СМС-ки 46-47. Настолько просто запомнить, мне кажется, что даже объяснять ничего не нужно. Сначала пишите свои, делайте пробел, а дальше уже все, что хотели бы написать. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления, ну, в общем, все, что угодно. Делитесь, пожалуйста, вашими соображениями. Официальное сообщество радиостанции ВКонтакте. Тут тоже все просто. Давно уже лежит анонс. В анонсе, в тексте анонса название проекта Плотник-82 выделено синим. Значит, активная ссылка, по которой, если вы кликните, окажете у них сообщество, что, собственно, очень тоже важно. Становясь участниками этого сообщества, вы как будто бы становитесь частью их музыки, частью их жизни. Получаете информацию об альбомах, песнях, релизах в первую очередь. Это очень важно иногда бывает. Чаты для вас работают. Один из них на сайте своего радио, своерадио.фм. Зайдете на сайт, и там, собственно, все видно сразу. Чат выделено на три буквы. Пропустить невозможно, и заблудиться, по-моему, тоже нереально. Так что пишите и туда тоже. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого на сайте есть плеер, длинненький сверху. Онлайн-аудио в нем слева, онлайн-видео справа, синий кружочек кликаете, и вот оно вам счастье. Вот вам картинка, которую нам предоставляет Планета.ру. Низкий поклон, огромная благодарность этой краудфайдинговой платформе. И там же, кроме картинки, есть чат, в котором точно так же можно отписываться. В общем, все возможные варианты для коннекта, для связи с нами я уже сказал. Теперь мы начинаем разговор с группой. Как называлась первая вещь? Дэй Керечи. Дуже витаю. Самому. Ну, а можем похвотарить на ридной украинской. Почему не надо? Юля говорит, не надо. Почему не надо? У нас сегодня будут разные песни, на самом деле. У нас будет сегодня песня на белорусском языке тоже, на украинском. Это очень клево. Разные языковые пространства. Очень клево. Скажи, пожалуйста, с чем ты... Да, вы. Извините, ребята. С чем вы приехали? Ну, может быть, есть новые какие-то проекты? Может быть, есть новая пластинка? Может быть, есть новые релизы? Ну, новая пластинка была издана осенью. Она называется «Мелофон у меня». Это понятно. Но я думал, может быть, еще что-то новое? Нет. Пока ничего нового мы не выпустили. Вот буквально на днях будет опубликован сингл ремиксов на песню «Борода». Вот. Из нового альбома. Тоже там много электронных музыкантов сделали на нее ремиксы на эту песню. И мы это все объединимы. Будет сингл такой. А вот. Здесь вот есть чудное сообщение. Сразу же его читаю. От Алексея Новикова. «Витаю» пишет. Он очень рад услышать земляка-горловчанина в эфире. Привет из холодного. На данный момент Израиль. Удивительная вещь. В Израиле обычно даже батареи в домах не ставят, потому что там, собственно, никогда холодно не бывает. На малой родине в последний раз был 4 года назад. Но благодаря плотнику, внутренне возвращаясь туда через музыку, через ощущения, желаю Дмитрию всяческих успехов. Спасибо. Вот что мне тоже кажется интересным в данном случае. Ты, ну, сразу скажу так. Проект, ну не проект, а группа, скорее всего, Лихолеси, с которой, собственно говоря, вот для меня начался Дубров. Ну, по крайней мере, оттуда я тебя знаю. Этот лейбл, этот бренд, он прекратил совсем существование? Или все-таки вы еще продолжаете в этом существовать, жить? Дело в том, что он просто плавно перерос вот для меня в проект Плотник 82. И на самом деле, то есть мы на концертах играем очень много песен из репертуара в Лихолесе тоже. И вообще нет, как бы, проблем с тем, чтобы как-то там чего-то делать с тем же названием, на самом деле. То есть мне просто название Плотник 82 больше нравится. Нет, но у Лихолеси все-таки музыка немножко другая была. Ну, конечно, конечно, да. Музыка была другая абсолютно. Ну, вполне возможно, что мы какой-нибудь альбом запишем еще с каким-нибудь гитарным звуком. Ну, вот, в частности, песня «Перезагрузи», она как бы не совсем в стилистике Плотник 82, но как раз более такая гитарная. То есть у меня как бы нет каких-то рамок в этом отношении, что вот только так и все. То есть я, может быть, следующий альбом сделаю под балалайку или еще под что-нибудь. Да ты что? Вполне возможно. Да ты что? Да. Как у меня... У меня абсолютно все равно. Ну, ты же знаешь, да, что у меня родня из Янакиева. Да, да, да. По маме. Да, и Горловка, там тетка моя всегда жила, проработала, лет 30 в шахте проработала на подъемнике, вот на этом. Лена, ее дочка-сестра, Юра, ну, которого уже нет, он погиб в ДНР. К сожалению, да. Так вот, эти места родные для меня. Родные, такие же, как и Россия-матушка. Поэтому замечательно, что ты продолжаешь творить, продолжаешь работать, продолжаешь напоминать о том, что Украина очень певучая страна и замечательная музыкальная страна. Давай петь дальше. Что это будет? Ну, пока мы вот начали с песенок, не из новой пластины. С песенок. Да. А это сейчас пока будет такой отсыл к старым. Вот тоже сейчас будет песня, сделав круг. Как всегда, «Живой звук», программа «Живые». Здесь сегодня «Плотник-82». Поехали. Мерцают звезды «Паруса» 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 Дремлет у прохожих на руках па. Остывают листья в октябре. Как планеты в строгих небесах. Береги себя, мой друг. Возвращайся, сделав круг. Возвращайся, сделав круг. А вечность — это лезвие огня. А вечность — это муха янтаря. Я словно поводок от самого себя. Я словно конура самому себе. Через север, через юг. Возвращаюсь, сделав круг. В одну точку сделав круг. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень круто А еще есть замечательный коллектив Флёр Верно же? Ты же работаешь с Флёром? Нет, уже не работала Ну, работала с группой Флёр Она не мая Она просто кивает Или до микрофона далеко И лень отрываться Ну, хорошо, ладно В любом случае вопрос... Отбили мы у Флёра Аллу Так что все уже Я уж не знаю, хорошо это или плохо для Флёра Но хорошо для плотника, это совершенно точно 46-47 это короткий номер для ваших СМС К своей пробельчика А дальше уже Все, что хотели бы сказать Выразить Ну, мягко скажем И вопросы ваши И эмоции Вот, скажем Есть такое сообщение От Юлиусовой Меня на новом альбоме Неизменно пробивает Из этой страны Да и вообще альбом прекрасен Очень эмоционален И пробивающий И поясните, пожалуйста Про песню 19.02.2014 Что это за дата? Спрашивает Юлиусова Ну, это инструментальная композиция Мы, возможно, тоже сегодня сыграем Ну, просто она была сочинена вот в эту дату На самом деле Я просто придумал её вот в эту дату Вот и всё И ничего большего? Ничего больше Никаких подводных камней в этом всём нет? Ну, там есть, конечно, камни Но основное, как бы, если вот прям сказать так Что это вот дата Хорошо Я люблю цифры Я называю группу Плотник 82 Песни называю датами Тут спрашивали, почему Плотник 82, это твой электронный ящик Да По сути дела, ты всей стране, всему миру сказал Как тебе писать Как тебе писать, да Если чего Ты всему миру сообщил о годе своего рождения На всякий случай Да Ну, мне в основном пока спам только присылают К сожалению Я не знаю Может, у них какие-то эти работы Там рассылки Они вот почему-то в основном спамеры какие-то пишут Но таких открытых музыкантов В принципе, не так много Я себе представил вдруг Если бы люди начали действительно называть коллективы Своим электронным ящиком Какая бы была потом пруха читать всю эту почту В каком количестве времени нужно было на это дело убить Какая сегодня тихая, спокойная, успокаивающая музыка Константин Твердый пишет Хочется впасть в нирвану И не выходить оттуда хотя бы до конца эфира Константин, вы немножко сейчас вот Да, сейчас будут разные Будет музыка очень разная У Плотника действительно музыка не только тихая и спокойная И успокаивающая Есть вполне себе, я вам скажу, пробивающие вещи Скажи мне вот еще о чем Ты с концертами разобрался в Москве? Да, в ближайшее время Вот, собственно, сегодняшний наш эфир Он, так сказать, предваряет мини-тур наш Такое завтра мы играем в Питере Послезавтра в Твери И в воскресенье, 31 января, мы играем в Москве Хорошо, в Питере завтра где, во сколько? В Питере в Мансарда 433 называется это место Интересно, почему цифры опять? Ну, потому что везде это на самом деле, понимаете? И, значит, в 8 вечера там начало Ну, я думаю, можно посмотреть это все в ВКонтакте Эти все адреса, куда там надо добираться А в Москве 31 января в клубе Фак-кафе Тоже адрес там где-то можно посмотреть В 7 вечера А в Твери? В Твери в ирландском пабе будет Ирландские названия пока не совсем Там цифр нет, тебе тоже не запомнил Пока я освоил только, да, украинский, белорусский, русский А ирландский пока еще не совсем Это в процессе еще Ну, в общем, очень рекомендую всем тем, кто слышал о датах и местах проведения концертов Посетить эти мероприятия Ну, просто потому что это действительно красиво Действительно это очень интересно И действительно живое исполнение Оно несколько отличается Я имею в виду, когда в зале, когда с людьми Несколько отличается от любого живого выступления студийного Потому что энергетика, она витает Мы-то пытаемся передавать тебе свою энергетику Но нас тут немного Поэтому уж извини, но сколько можем А в зрительном зале всегда людей побольше И там, естественно, это отдача, передача, взаимопроникновение Играет исключительно в пользу На пользу музыке Посему очень рекомендую ходить на концерты Тош Алурия, так зовется Пользовательница, судя по всему Если Алурия, хотя не знаю Сейчас попробую разобраться 19.02.2014 Надо послушать У меня день рождения, 19.02 Чудеснейшая группа Слышу их впервые Но чувствую, скоро можно будет записать в фанатки Она девушка Записать в фанатки Я думаю, Таш, вам надо записываться прямо сразу Потому что убежден, чем дальше Тем больше вы будете выбираться На самом деле, еще очень удобно Назвать песни датами Потому что можно, опять же, потом На корпоративах играть каких-то Эту песню за раз Оп, и приглашают тебя Оп, день рождения А у тебя как раз песня есть Такая вот дата такая И хорошо вообще Знаешь, какие-то хорошие старые-старые Такой анекдот Ну, конечно, начало этого анекдота Я тебе скажу, не особо такой радостный Зэки Сидят в одной камере Кто там по 10 лет, кто по 15 Все уже друг дружку знают Рассказали друг другу все, что могли И все анекдоты, которые только могли рассказать И стало понятно, что Ничего нового не приходит Они решили просто анекдоты пронумеровать Первый, второй, третий, пятый, седьмой Ну, сидят, вдруг один из углов Пятый Из другого угла Семь Вот я думаю, тебе с песней можно сделать то же самое Ну, возможно, да Давай дальше Что это будет? Следующая песня будет Вот как раз песня Перезагрузи Вот, которая сейчас вот В премьерах своего радио Спасибо тебе за это большое Как всегда Живой звук В программе живые Вот гитара появилась Как раз то, о чем говорил Дима, имею в виду В некотором смысле Гитарный звук Погнали Перезагрузи меня, мама Пока не кончился Блюз Перезагрузи меня, мама Пока не кончился Блюз Батальон из похмелья Снова просят огня Я держусь пока Мама, милофон у меня И этой ночью мои рифмы Не лажая Попадают в твой пульс Перезагрузи меня, мама Пока не кончился Блюз Перезагрузи меня, мама Пока не кончился Блюз У начала всех начал Я не увидел концов Мы потеряли свое сердце Потеряли лицо Осталось только Эта песня отхлебни Попробуй на вкус Перезагрузи меня, мама Весь этот фильм не про нас Перезагрузи меня, мама Весь этот сыр не для нас Камушек катится до самого дна Муравейники горят И это сводит с ума Перезагрузи меня, пока не начался Эй, сейчас Перезагрузи меня, пока не начался Эй, сейчас Я держусь пока Мама, мелофон у меня Я держусь пока, мама, мелафон у меня Я держусь пока, мама, мелафон у меня Я держусь пока, мама, мелафон у меня Перезагрузи меня, пока не начался AC Jazz Конечно, формат песни, он, собственно, возникает исключительно из мыслей, текстов и подачи той самой информации, которую человек хочет передать в свет, в мир, в космос Оттуда вот и рождаются уже музыкальные истории Скажи, пожалуйста, когда... Ну вот ты ставишь перед собой какую-то задачу творческую Ну в любом случае они есть Песни приходят, как говорят, из космоса Кто-то сочиняет, сидит дома долго-долго пером по бумаге Или там уже пальчиками по клавиатуре А кому-то все это приходит само Ну как говорят, бах, и в голову легло Кстати сказать, Дворецкий, он так и рассказывает всегда Песню может написать за 10-15 минут целиком С аранжировкой полностью Бах, пришло, родилось, записал, аранжировали Вот тебе и прекрасное произведение У тебя с творчеством как обстоят дела? Ну я, поскольку все-таки Вот, как я уже говорил, более такой цифровой человек Да, то есть у меня цифры там все доминируют Такое, больше вот в эту сторону Я вот там в гугле просто набираю, что вот надо... Рифма Да, не, песню там, да Вот про эту надо песню И вот мне первые 10 ссылок я читаю, вы о чем-то Мы слова просто комбинируем И получается песня так примерно Главное, чтобы было в песне 82 слова Обязательно 82 слова Это основная задача Надо почитать У тебя в каждой песне 82 слова? Ну практически С рефренами 82 слова или без рефренов 82 слова? Ну это по-разному Перезагрузи меня, мама, милофон у меня Перезагрузи меня... Вот это не считается за два? Я уже не помню Просто, возможно, там это считалось как-то Я про каждую не могу сейчас точно сказать Но я знаю, что этот принцип, он доминирует В общем, во всех Повторяется, пока 82 не получил Да Там пришлось добавлять, да Изначально просто, когда одного куплета не было То этот рефрен повторялся еще там минуты три, в общем Ну то есть, когда говорят по гугле Это, в общем, твоя история Это именно так Да, да, да Я проще подхожу к этому вопросу Ты сейчас серьез? Нет, конечно Я ведь могу и купиться на эту историю Ну а если по-честному? Ну, я не знаю, как это получается на самом деле То есть, ну, вот сейчас почему-то у меня мало песен пишется Но я думаю, что сейчас вот какая-то появится концепция для альбома нового И как-то оно пойдет Вот у меня больше так как-то получается То есть, у меня сначала появляется несколько песен Потом появляется концепция альбома И потом уже дописываются как-то остальные песни То есть, это будет третий альбом? Я так понимаю, «Мелофон Мини» — это второй? Да Проекта «Плотник 82» Плотник 82 Для третьего альбома Ну, немного Ну, да, что-то есть Что ты называешь концепцией? Это очень важный вопрос Я почему? Я объясню, почему спрашиваю Часто бывает, когда какая-то группа, например, презентует свой альбом И потом, когда в программе они спели песни Говорят, а вот эти две песни не вошли в альбом Я их слушаю в программе И вопрос задаю А почему они не вошли в альбом? И мне человек с очень умными глазами говорит По концепции не подходит Я сравниваю эти две, которые не вошли с теми 12, которые в альбоме И я не понимаю, почему эти две не входят в концепцию альбома В них всё тоже Нет, они разные, но о том же Что ты называешь концепцией? Ну, у меня, опять же, у меня вот проще вот с теми делами А, ты гуглишь и... Да, я просто в гугле набираю, какие песни не включать И мне он говорит, и всё, я те не включаю То есть у меня всё Я никаких решений сам стараюсь не принимать Знаете, я всё так вот делаю Не, ну а как, знаете, как вот подвижники всякие там То есть, да, вот как сказал духовный отец Так как бы и надо делать, вот и всё Так что у нас... Духовный отец спал в данный момент Делаешь, как бог на душу положит Вячеслав Коновалов пишет Какая же сексуальная флитиска Смотреть на неё, как же сексуально Она сидит на стуле, сплошное удовольствие А альбомы плотника давно висят в плеере Спасибо, металлист Вячеслав из города Северска Человек, который, в общем, металлистом себя называет не зря Любит он... Он не металлург, а металлист Ну, в принципе, музыку любит тяжёлую Ну, нормально, я сам люблю Так правильно, это же говорит о том, что человек Не просто металлист, он меломан в таком случае Потому что он любит и тяжёлую музыку И плотника По-моему, очень хорошее сочетание одного Я бы даже сказал плотница, а не плотника Плотница С грустью ты сказал об этом Но писал мальчик, так что не переживай Вот Вероника Радигина пишет Дима Одинцова любит тебя Хорошо, что ты не слышишь сейчас нашу кошку Но мы хотим услышать кошку Вени Деркина от тебя Дерфест оставил восхитительное впечатление Навсегда Я не знаю, почему хорошо, что мы не слышим Вероникину кошку До гона-то, мне кажется, ещё далеко, до весны И что эта кошка такого может вытворять Что нас сильно бы расстроило Но на предмет песни ты уже услышал Да, да Подумаешь? Да Когда? Ну, давайте мы там через несколько Хорошо, ты быстро подумай Ну, я давайте в двух словах расскажу Просто мы на последних Дерфестах Играли вот две композиции Вени Дыркина Веня Дыркин это вообще мой земляк И я, так сказать, имел честь Застать его ещё живым в 98 году И побывать у него на концерте В Горловке, собственно говоря То есть тебе было тогда 17 лет? Да, где-то так 17-18 Шестнадцать Шестнадцать, да, шестнадцать А, ну да, шестнадцать Шестнадцать, да Да, так что И вот эту песню мы исполняли на последних Дерфестах Которые вот были в Москве Там здесь В Туле вот тоже был Дерфест В прошлом году Ну, мы её, да, наверное, исполнили А слушай, а много у тебя песен чужих, не своих? Ну, кроме вот этой, допустим? Да, да, бывают у меня песенки такие Ну, у меня бывает по-разному Бывает, что я могу взять... Ну, как Гугл покажет Если проще, то так, да Я хотел что-то поумнее сказать Но, да, на самом деле Пусть останется это Мемом сегодняшнего эфира Гугл показал Ну что, какая будет следующая? Кошка? Нет, давайте мы Всё-таки следующую песню Мы такую Остросоциальную Споём У меня как бы есть такая Всё-таки тематика Иногда проскальзывает в песнях Вот Сегодня мы как раз Такие песни особо не будем играть Но вот эту надо, мне кажется, всё-таки исполнить Как называется-то? Родина нет во мне Ух ты! Ну что ж, сказал бы сразу, о чём речь Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Плотник 82 Песня из ротации Эта песня тоже была В премьерах И хорошо прошла По хит-порядку Своего радио Так что это хит С твоего радио Всё делится только на хороших, плохих Одни патриоты обличают других И ты можешь стать одним из них И ты можешь стать одним из них Но только кончилось лето в ледяной полынье И я остался где-то на другой стороне Родины нет во мне Родины нет во мне Еще одна эпоха превращается в миг Одни патриоты убивают других И ты можешь стать одним из них И ты можешь стать одним из них А кто-то пьёт своё пиво И доволен вполне А кто-то лезет на трибуны В своём нижнем белье Родины нет во мне Родины нет во мне И мы можем до утра соображать на троих Пока одни патриоты хоронят других И ты можешь стать одним из них И ты можешь стать одним из них И я могу стать одним из них А свобода — это козырь у меня в рукаве Свобода — это опухоль в моей голове Только Родины нет во мне Снова Родины нет во мне И я могу стать одним из них И я могу стать одним из них Смотри, как отзывается аудитория Прямо сразу, буквально в мгновение У Стеменко Алексей написал Вот оно, удовольствие Вроде бы и песня давно знакома И всё привычно Но флейта и гитарный бой Как же здорово Спасибо По-моему, красиво Спасибо Паша Карин написал Из Минска привет И наконец-то эфир Ждите там как следует Спасибо, Паша Следующая песня как раз будет Вот этого замечательного Человека из Минска Вот, я когда там побывал Ну скажите мне, что у меня нет интуиции Это сообщение висит давно А зачитал я его именно сейчас Как раз, когда готовился петь эту песню И год назад я познакомился С белорусским языком Мне безумно захотелось Что-нибудь спеть на этом языке И, собственно, я Вот эту песенку Следующую спою Клёво, подожди, не спеши с песней Давай интрига, пускай пока писет Я кое-что еще почитаю Вот Роман Беспалов Вопрос какой Формулирует Он пишет Семен, не знаю, как сформулировать вопрос Но просто вспомнился черный лукич С которым, кажется, Дмитрий дружил Люди разного поколения Расскажи, пожалуйста Ну, так получилось, что Последние годы жизни Вадима Петровича Мы с ним достаточно близко общались И до сих пор я поддерживаю отношения С его семьей И когда бываю в Воронеже То мы практически постоянно видимся Вот, собственно, так Ну, что еще сказать А дальше в гуглу А дальше в гуглу Да, да Все Коротко, лаконично По-моему Сегодня на все вопросы можно отвечать Погуглите, пожалуйста Там есть вся информация Когда-то мы инициировали выход трибюта Вадима Петровича Черному лукичу Я очень рад, что это все было Еще при его жизни Потому что, когда все-таки Такие посмертные вещи Делаются Это одно А это все-таки было Когда человек еще Это все сам послушал Все эти песни То есть он как бы Ну, мне это прикольно По-моему Когда так происходит И я рад, что мы это как-то Продвинули немножечко Так клево А вот Сергей Коток тут же Подключается Дмитрий А Костюков-то не знавали Он тоже оттуда же Сейчас вот, увы Забросил музыку Не играет С Литвиновым Дыркиным Вместе, по-моему, учились Лично не знаком с ним Знаю, конечно же О таком человеке Но как-то судьба Не свела нас Ну, знаешь Да Ну, вот это ответ Часть прошла Ну, в гугле фотографии я видел В общем Да, гугл помогает Это правда Так Ну, вот Народ пирот Вот хитяра Своё радио Хит Вау-вау Ну, вот как раз Имею в виду эту песню Так Сейчас, секундочку Тут есть Признаюсь, когда впервые услышал эту песню Прослезился Зацепило меня сильно Рово пишет Ну, это правда Песня пробивающая Вот реально пробивающая Причём, на самом деле Я когда сочинил эту песню Она очень долго сочинялась Вот примерно месяц А, это долго, да? Ну, долго Конечно, гугл быстрее А тут-то долго А просто у меня не было интернета Вот в чём проблема была То есть, да Мне недавно подарили только этот смартфон Или как он там называется А так я всё простыми этими вещами пользовался А там, к сожалению, только смс-ками можно набирать было песни Поэтому месяц целый я их набирал Вот Ну, смысл в том, что она мне сначала вообще не понравилась То есть, я так сочинил, думаю, блин, наверное Ты сам сочинил, и тебе не понравилось Да, что-то я думаю, что это не то Ну, потом как-то вот спел пару раз на концертах И смотрю как-то хорошо Слушай, а как тебе можно не понравиться? Извини, заодно только фразу Одни патриоты убивают других Я бы тебе уже бы дал какую-нибудь литературную премию Просто потому, что это нереально точно, чётко Когда вдумываешься в эту фразу Вот я сейчас говорю-ка совершенно честно Мы о политике тут никогда не говорим Но я вспомнил войну 1812 года Французские солдаты ведь безумно любили своего Наполеона Своего Бонапарта Они были преданы своей стороне Они были патриотами Франции Наши, русские солдаты Российской империи тогда Большого империи, где не было тех самых границ Тоже любили своего, извините, батюшку царя Естественно, да, понимаешь И тоже любили свою родину И те патриоты, и эти патриоты И такая простая мысль Она ведь прошибает насквозь Потому что ты понимаешь При том, что кто-то там где-то на кого-то напал Но это всё равно они патриоты своей страны Понимаешь? Вот только за одну эту фразу Я считаю, можно полюбить творчество твоё полностью и целиком Просто вот из-за одной этой В общем, ради неё Гугл тебе помог хорошо, да Спасибо Гуглу, что называется Давай теперь уже белорусская, да? Да, сейчас будет песенка на белорусском языке А, подожди секундочку Но ты сказал, что эта песня не просто песня А того человека, который написал Да, это песенка Паши Грина И Паша Грин сознательно, видимо, сейчас слушает Для того, чтобы услышать эту песню Ну, я не знаю Может быть, он не знал, что будет Вот это всё Кстати, давайте я уже раз Мы про Белоруссию Будет в конце февраля Беларусь Беларусь, да Будет небольшой тур В Беларусь Значит, будет два концерта точно В Минске и в Могилёве Вот в конце февраля В конце февраля, да Где-то 25-26 числа Но тоже всё ВКонтакте можно будет прочитать Ну, так я на всякий случай В общем Вы через Гугл находите контакт А дальше ВКонтакте уже находите группу сообщества Плотника 82 Плотник 82, это, кстати, электронный адрес Можете написать Диме сразу так И он вам расскажет наверняка Если это не будет спамом Когда, где конкретно, в какое время Вы можете с ним встретиться В любой стране СНГ А, так это не спам, на самом деле Это просто люди так пишут А я думал, это спам, ёлки-пап Дим, как называется? Мне сейчас открыли глаза Как называется песня? Песенка называется «Я на амальгине» Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Плотник 82 Поехали Продолжение следует... Краина под небом Не могу учитыша Я на амальгине Под гнётом своих же Ни криви, ни поту Ни болю не стала Одна только цемра У нас закахана А, так это действительно Спасился, плачу Одну депрессына, який у Турмени За что третий год, як пауки у погонах Нимают спокою, покуль им краина Не станет своею Живем там-дем Живем там-дем Живем там-дем Хараина под небом, не муче дыша Я на амальине под гнетом своих жен Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Ни криви, ни поту, ни болю не стала Одна только темра у нас закахана Одна только темра у нас закахана Красотичка, красота Спасибо товарищу Грину в данном случае Но это не тому, который зеленый и шуршащий А фамилия простого человека такая, Грин Я, кстати, в каком-то из своих интервью Я готов подтвердить, повторить эту мысль Я вообще считаю, что некая несправедливость существует На нашей территории, имея в виду территорию общую Бывшую СССРовскую, теперь СНГовскую и так далее Любой украинец, говорящий по-украински Или по-украински, если говорить по-русски Он знает русский и говорит на русском Любой белорус говорит на своем родном языке белорусском И знает прекрасно русский Но далеко не каждый русский знает Или хотя бы понимает украинский и белорусский На мой взгляд, эту несправедливость Ее нужно как-то определенным образом стесывать Именно поэтому в ротации своего радио Звучат песни и на украинском И на белорусском в равных Ну не про попростных, меньше все-таки Но я имею в виду на равных И на русском Я считаю, что любой славянин, в общем, должен знать Ну или хотя бы понимать языки своих Братев, братьев своих, правильно? Да на самом деле каждый язык, даже такие близкие, как русский, белорусский и украинский Они прекрасны Прекрасны, певучи Просто у каждого есть какая-то своя особенность, которая дополняет что-то В общем, мне это нравится все Мне тоже Мне тоже Тут знаешь, какое интересное сообщение от Михаила Стругацкого пришло Ну как от такого человека с таким именем не прочитать сообщение? Невозможно Мне кажется, пишет он Что если Дмитрий будет читать расписание электричек под аккомпанемент флейты Это будет так же прекрасно Ну пока мы только записали объявление для московского метро Вот там станция Давай попробуем, давай покажем это Волгоградский проспект Аллочка, будь добра, что-нибудь на флейте такое красивое А я тебе попрошу написать Следующая остановка Таганская Ну пожалуйста, давай попробуем Мне просто интересно, как это будет звучать Уважаемые пассажиры Уступайте места в вагонах поездов инвалидам Почему смех? Еще один дубль Еще один дубль, пожалуйста Возьми себя в руки сейчас Мы сейчас как в студии работаем Я просто смеялся, потому что Мы пишем У меня перепуталось с украинскими А говори как есть Да, а в украинских вагонах поездов там говорят Брежно дверь зачиняются В общем инвалидам А потом людям летнего Вику И пассажирам с детьми Я хотел сказать людям летнего Вику И подумал, блин, как это по-русски сказать И сразу не сориентировался Дубль не прошел Давай еще один дубль, пожалуйста Хочешь, ради бога, киевское метро Используй любую станцию Пишем, поехали Возьми себе в руки Дубров Ладно, не прокатило Время терять зря Но мне кажется, попытку я сделал, друзья мои Я попытался сделать все возможное Но, к сожалению, не срослось Что-то не прет Дмитрий Асимов Мы, да, еще не готовы к такому Ну, под флейт действительно Хоть милость у него проси Это реально Я вспомнил вдруг анекдот Клевый, кстати Надо рассказать Наверное, тема такая пошла Когда в киевское метро Ну, и, понятное дело Объявление Обрежно, дверь зачиняется Следующий зупынок Ну, там, кричатик Забегает человек в вагон метро В первый вагон метро К машинисту с автоматом в маске Едемо в Амстердам Тот ему скажет Я к Амстердам, это метро Едемо в Амстердам И вдруг Обрежно, дверь зачиняется Следующий зупынок Амстердам 46 47 Короткий номер для ваших СМС-ок сначала Свои, пробельчик Вот Максим Зверев написал Господин Дубров Если бы вам Выпал шанс Отправиться в прошлое То что бы вы сделали В прошлом Для того, чтобы Что-то изменилось В будущем Нифига себе вопрос Извините, конечно За фривольность речи Мне кажется Что и так В общем-то Все как бы Достойно происходит Нормально Все Как бы Менять особо ничего не надо Главное Я можно тоже анекдот расскажу Конечно Обязательно Давай-давай Как раз в тему Все вообще смешная Музыка смешная И программа смешная Давай Программист сидит за ноутбуком Там что-то программирует И сынок такой подходит Пап А почему солнце Утром встает А вечером заходит Такой Утром встает Вечером заходит Ничего не меняй Так что вот и здесь тоже Главное Ничего не меняй Ну в общем Анекдот с двойным дном Скажем так Доходит не всегда И не сразу И не для всех Но очень круто Спасибо тебе большое Нам бы надо Знаешь что сделать Скажи пожалуйста Вот та песня Которая будет сейчас звучать Она сколько по времени длится Четыре минуты где-то Четыре минуты Окей Тогда еще есть некоторое время Просто хочется час закрыть песней А не болтовни Сергей Соколов пишет Кстати Большой привет из Старого Оскола Города Где проводится фестиваль Оскольская лира Где Веню все знают Помнят и любят Вообще Спасибо Место встречи Огромного количества людей Из огромной географической Такой панорамы Тут можно встретить Кого угодно И меня давно уже Не удивляет Интернет Делает свое дело Что очень ценно Значит Удивилась сейчас Пишет Юля Сколько раз послушала Альбом уже Только сейчас дошло Что эта песня на белорусском Слушала одну песню за другой Даже не выделяя Другого языка Я на самом деле Когда ее услышал Я сам не понял О чем эта песня И что такое Я на амальгине Я вообще воспринял Как типа Я на какой-то амальгине Вообще Мне так как показалось Потом я уже приехал домой Опять же Открыл гугл Набрал Перевел А оказалось там Совсем все не так Да Ну и это не имеет значения На самом деле Потому что Вот эти вещи Они как-то Ну энергетика Энергетика просто У них есть своя Какая-то Даже необязательно Их понимать По буквам Грубо говоря Окей Вот теперь можно Ну давайте Распошла такая Пьянка Да Мы сейчас песенку Вот Вени Дыркина И сыграем Ею завершим Час Те кто нас слушает Первый раз Сейчас напугаются Только час мы закроем Только час Потом будет пауза После чего мы еще На целый час вернемся в эфир Как всегда Живой звук В программе Здесь сегодня Плотник 82 Поехали Мне сегодня Прольется Белой кошке В оконцу Лучик И серопыли Доброе утро Мне сегодня Воздастся Три ступеньки От царства Три подковки От сивки Три копытца От братца Три попытки Вернутся При попытке Остаться С вечером Мармалу На барзал Немноголюдный Прощай Мое детство А с утра Везголово От лаврова Снова На стекле Энглитрички Мне по ранней дорожке До беззубой старушки Пауки в паутинке Шалам Малейхам Приисполнена Грация Из бересты Колесница Я не синяя птица В три погибели Гнуться Я хочу Улыбаться Чтобы Не разглянуться И что сегодня Джадаст Нам станет Горьким лекарством С песней По жизни И чему Не стрематься Берой кошки На крошке Парус надежды Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok И что сегодня Джадаст Нам станет Горьким лекарством С песней По жизни Ничего не стрематься Берой кошки На крошке Парус надежды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И надо начать с песни Потому как пауза была долгой Что будет за песня дальше? Следующая песенка Из новой пластинки Называется Черная вдова Посвящается городу Санкт-Петербург Ну а кому еще Посвящать такую песню? Как всегда Живые звуки в программе Живые Поехали Не устать и не уснуть Когда ты рядом Закипает в колбах ртуть Весенним ядом Пророки Местная урла Туртуть глотают из горла И черная вдова Почти раздета Из нее течет Нева Спяты Псалмы И песни Городам Где мы читали По губам Друг друга Жизнь Все с чистого листа Предельно просто Уносит ветром голоса На Барсильевский остров В твоей Кунскомире темно Я сюжет В твоем артхаусном кино И черная вдова Целует нежно Из нее течет Нева Бережно Сжимаю За спиной кинжал Я знаю Что ты будешь ждать До конца Жаль Не страшно Не смешно Но незаметно Мелькают имена И дни Как титры В кинолентах Топер Не поднимает Глаз Кто В этом кино Играет Нас Или Черная вдова Уже не дышит Из нее Течет Нева С крыши Уходит В небо Караван Жизнь Похожа Кроличья Нора Глубока Кроличья КОНЕЦ Надо сказать огромные слова благодарности Человеку, который делает картинку звуковую Сегодня для всей аудитории Юрий Панфилов, звукорежиссер Программы «Живые» Я надеюсь, что вы получаете такое удовольствие Я сейчас обращаюсь к аудитории Программы, к аудитории радиостанции Как и мы здесь И от текстов, и от смыслов, и от аранжировок Но, собственно говоря, и от звука Который растекается Прямо по всем суставам По всем кровеносным сосудам По всем нервным окончаниям Николай Абдугалеев пишет А можно ли бороду услышать? Бороду? Когда ее чешешь, ты ее слышишь Необычно так звучит в акустике Я даже не могла представить Пишет Оливия Старцева Ну, имея в виду эту песню Немножко по-другому, конечно 4647 – это короткий номер для смс К ваших сначала свои, пробейте, а дальше ваш текст Все зависит уже от того, что вы хотели бы сказать Либо это вопросы какие-то от вас Либо эмоции Либо переживания Что такое переживание для тебя, скажи мне? Как ты переживаешь? Даже сложно сказать Нет, ну смотри, я объясню свой вопрос Я обычно не переживаю Совсем? Так не бывает Не можешь, ты же человек с нервами С сердцем, с душой Кто-то страдает или переживает активно И видно, что человек вне себя находится Кто-то это делает, погружаясь Ну, скажем, сублимируя во что-то И совершенно непонятно, что с человеком Он просто уходит в себя Кто-то, как ты, вот сказал, не страдает Но я таких людей редко встречал Не переживает Не переживает, да Редко встречал, потому что так или иначе Человек не может не переживать Но не получается Ну, я стараюсь как-то минимализировать Вот эти все моменты Каким образом? Ну, это с помощью Гугла Опять же все происходит, наверное Ты просто подскажи адресу Гугли Чтобы я тоже знал Нет, я всерьез Как абстрагируешься? Как уходишь от проблем Или от переживаний? А по поводу чего переживать, собственно говоря? Ну, мало ли Мало ли, какие бывают ситуации в жизни Ну, вот у меня таких особо не бывает Любовь пришла, любовь ушла Ну, у меня она как бы пришла И все, и хорошо Клава богу, тут не надо Переживать Песня не прет Не знаю, не прет Да, вот это, да, бывает Так, и как переживаешь? Ну, как-то стараюсь Все-таки настроиться на какую-то волну Опять же Опять же, все в Гугле Я же уже говорил Ты медитируешь? Все просто Нет Боже упаси Сказал он, ушел в себя Ладно, сложный вопрос Не будем продолжать Влад Маличенко пишет Привет своим Диме Алле вот только что Заходил в единственный Выживший музыкальный магазин Джем в Украине На удивление Увидел диски группы Флёр среди мастодонтов Рока Ну, а почему На удивление Кстати, Флёр, между прочим Группа из ротации Своего радио На секундочку В тех песнях, которые звучат Ты давно уже не сотрудничаешь Жалочка с ними Достаточно давно Уже лет шесть или пять Лет шесть или пять Но если я не ошибаюсь Есть минимум три песни В ротации Из периода Когда сотрудничала Соответственно И твоя флейта Там тоже должна быть слышна Ну, мне так думается Смотря какие Ну, сейчас на вскидку Если там есть флейт Это, скорее всего, да Это я Вот Вот это к разговору о том Что мало того Что А, кстати, группа-то существует же До сих пор Да МРФ, как я понимаю Это отдельный проект Да, это Лена Войнаровская Да-да-да Это проект, который параллельно Живет с группой Флёр Но это я к чему Это к тому, что Лужецкая Она в прошлом Играла в группе Флёр Вопрос Когда же Димины диски Перестанут раздавать в переходах И я увижу плотника Пишет Влад На пол Когда, естественно А, я думал раздавать Я думал это после того Как Борис Гребенщиков Отыграл в подземных переходах Вот тур свой Да, перед Новым годом И после этого Стали раздавать диски Плотник-82 Там, чтобы как-то Ну, стабилизировать ситуацию Вот этот баланс энергетический Потому что все очень, да Изменилось в этих переходах То есть, стали медленнее Ходить поезда И пассажиропоток изменился Да, поэтому Чтобы это стабилизировать Стали раздавать диски Плотник-82 Там, в метро То есть, люди ходили медленно Люди ходили размеренно И как только стали раздавать диски Люди побежали Да, да, да То есть, все стабилизировалось В нужное Никогда не подумал бы Что можно таким вот образом Регулировать В некотором смысле Скорость движения в переходах Ну, в общем-то Основные наши, да Покупатели дисков Это как раз вот Московский метрополитен Вот, руководство То есть, они как раз Закупают партиями Эти диски Пока есть деньги Стараются Я, кстати, что касается Метрополитена Я, конечно, могу Что-то недопонимать Но, когда я однажды Просто так вот прикинул Посчитал, сколько стоит Поездка в метро А сейчас по 50 рублей Если разовая поездка Да И человек, ну, скажем Не постоянно ездит в метро Потому как туристов В столице тоже огромное количество Зачем ему покупать Сразу там абонемент На месяц, например Он покупает на несколько поездок То есть, платит Почти полный кэш Так сказать Почти по полной цене Я себе вдруг представил Сколько метрополитен Получает в один день Да А потом, сколько в месяц Получает метрополитен За проход туда За право ездить в поездах А потом вдруг вспомнил Неожиданно, что метрополитен Государственное предприятие Живущее на госбюджете И я подумал Вот интересное дело А можно ли создать Такое предприятие Такое радио, к примеру Куда бы люди Ну, скажем Приходили не просто так Вот как к нам бесплатно А еще и платили бы деньги За ротацию За выступление в программе И еще радиостанция Была бы государственной И бюджетной И при этом всякий раз Спросила бы лишних денег У государства Потому что не хватает Много сильных исполнителей Вот не хватает Как-то не хватает Мы живем по-другому Немножечко Мы смотрим на все Чуть-чуть другими глазами Чем метрополитен Но с другой стороны Ездить надо И куда деться Поэтому люди приходят Людям приходится платить Таким А я считаю, что вообще В принципе 50 рублей За поездку в метро Это очень дорого Независимо даже Не от курсов евро Или там Тем более Как это привязано К курсу доллара Я не очень понимаю Вообще В принципе Но бог с ним Не будем сейчас Вникать в эти все проблемы Они никому не нужны Люди все равно На эти вопросы Не смогут Ответить Так только Переживаем Сами с собой Вот видишь А ты переживаешь А вот я переживаю А вот я переживаю А вот надо меньше Медитировать А я переживаю В метро не часто Но переживаю я Давай наверное Споем что-нибудь еще Что это будет Давайте Сейчас будет как раз Песенка Про метро Называется Нет Из этой страны Вот Она как-то Плотно так вошла В мой репертуар Это песня моего земляка Вот Дениса Солодягина Вот уже где-то так С годик Мы так с ним поменялись Он поет Мою Родина нет во мне А я вот эту его Ну хороший взаимообмен А как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Плотник 82 Поехали Бежали в догонку За солнцем Все катится За горизонт И дети Жгут себя Мешая Магнестронцы И дети Так спешат Уйти на фронт Лихое Предвкушение Боя Барахтаясь На гребне Волны Выведи Выведи Меня Из этого Запоя Или Выгони Из этой Страны Горячась в ожидании Лето Лениво По секундам Скользя Нельзя жить просто так Без ощущения света Да так же Как на ноль делить Нельзя Не жалость Не жалость Ощущение Иное С какой Не посмотри Стороны Выведи Меня Из этого Запоя Или Выгони Из этой Страны Есть разница Но небольшая И был бы Во всем Этом Толк Пространственно Все Закрушает Подступающий Корлу Комок Безмолвное Счастье Пустое Коллекционировать Сны Выдерни Меня Из этого Запоя Или Выживи Из этой Страны Продолжение следует... Спасибо. Это музыкальная столица Украины. Ты сейчас перебрался в Харьков? Ну да. Я, в общем, могу сказать, что... Вот о себе это я могу сказать. Что вот мои любимые музыканты украинские, они все живут практически в Харькове. Это вот сто процентов. Ну вот ты сам себя как ощущаешь сейчас в столице музыкальной? Подпитывает это тебя как-то? Даёт тебе силы, даёт тебе талант? Ну, таланта нет, я имею в виду творческих каких-то приливов и интересных идей. Ну, конечно. Мне очень нравится, что вокруг очень много замечательных музыкантов, с которыми можно сотрудничать. Вот сейчас новый состав плотника 82, вот полное электричество. Это все харьковские музыканты замечательные. И очень много людей, которых можно привлекать и с ними как-то взаимодействовать. Мне это очень нравится. Ну, опять же, та же песня, которую ты сегодня уже спела, которая сейчас в премьерах своего радио, это с Сашей Чернецким как раз исполненная песня. Ты рассказывал перед эфиром, как это случилось. Расскажи сейчас в эфире, как случился этот дуэт, как оно произошло? Ну, Саша уже не живёт в Харькове давно, да. Ну, смысл в том, что мы увиделись вот примерно год назад, вот, когда я был в Питере. И как-то мы по другому вопросу, в общем-то, встречались, вот. И я случайно, у меня был уже вот микс этой песни черновой. Вот. И мы беседовали там, в общем, о другом. И я так говорю, слушай, а можно вот, может, ты подпоёшь что-то в этой песне? Так вот это спонтанно всё родилось. Вот. И он послушал, говорит, да, блин, это так вот в моей стилистике всё. И, как бы, он там очень-очень, ну, не то, что кстати, а вот просто, ну, в тему очень попал. Ну, и дальше ты когда уже сводил в студию 100 звукорежиссёров? Да, и мы когда делали уже мастеринг финальный, вот, на Харьковской студии «Март», на которой работает один из самых лучших звукорежиссёров, с которым я сталкивался, студийных. Юра, заткни уши сейчас. Вот. И, значит, мы сводим эту песню. А у меня во многих песнях там разные голосовые обработки, там, голос по-разному звучит, там, всякие вакодеры, там, штуки, вот. И тут раз, Чернецкий начинает петь. И он такой, ничего не говорит, потом уже так, подожди, это что, Чернецкий, что ли? Ну, да. Он говорит, я думал, это примочка у тебя какая-то там стоит. И мы уже там начали стебаться, что, типа, ну, Чернецкий, аналоговая примочка надо выпустить прям уже такой. Примочка Чернецкая. Ламповая такая, да. Слушай, ну, когда, если уж здесь идёт о сотрудничестве, о дружествах, так на этом альбоме есть дуэты ведь, правильно? Да. С кем? С кем? Ну, то есть, ты так собрал цвет такой. Ну, опять же, всё это вот действительно случайно просто получилось. То есть, я не... Вообще жизнь случайная штука, ты знаешь, папа промахнулся бы и жизни бы не было. Ну, вот я поэтому и не переживаю. Так что давай мы не будем, да, говорить на самом деле о случайностях, в этой жизни всё абсолютно случайно. Ну, как минимум, так должно восприниматься это всё, потому как запланированность, она не с нами, она там, сверху. А мы вот же живём и наслаждаемся тем, что у нас есть. Давай петь дальше, пожалуйста. Что это будет? Следующая будет композиция «Наполняю собой этот мир». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Плотник 82. Погнали! Всё так просто, каждый сам себе маленький космос. Возвращаясь друг к другу по звёздам, мы выходим сегодня в эфир, наполняя собой этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оставляя на сердце пунктир Наполняют собой этот мир … Мир Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Ну, по-моему, за этими репликами За этими фразами Стоит огромное и большое сердце У каждого из тех, кто эти сообщения публикует Кто об этом пишет А еще здорово, что все звуки точные, чистые Уши просто тают Светлана Коваленко Спокойствие, умиротворение, тексты, музыка Все шикарно Огромное спасибо за творчество Растворяюсь в песнях Таша Лури Ну, я могу сейчас долго читать все это дело Думаю, ты потом сам перечитаешь Ну, там только последние 100 комментариев Там можно прочитать Так что ты читай до 150 Нет, я тебе расскажу секрет, как читать все остальные А можно все-таки? Ты что, серьезно, что ли? Он знает все про Гугл Но не знает, как читать комментарии за 100 Объясняю А у меня даже не было А я думал, это наоборот Вот интрига такая Что вот, а нельзя прочесть первые Там 150 То есть последние 100, пожалуйста Нажимаешь, открываешь Потом там под фотографией Или, скажем, под постом Есть надпись Там 3 часа назад К примеру Ну, запущено Либо какое-то время Нажимаешь на эту штуку И у тебя появляется картинка Отдельная картинка В которой есть две стрелочки Вверх-вниз Ты нажимаешь на эти стрелочки И читаешь От первого сообщения И до последнего сообщения Можешь начать с конца читать Можешь начать с начала Вот, например, первое сообщение Которое пришло Их там гораздо больше Ста уже Эфир, к сожалению, слушать не смогу Поэтому просто скажу В который раз Дима, ты 100 раз крутой Завтра концерт В Питере Иду Ольга Исакова написала Спасибо Это было первое сообщение Хорошо Я кудесник контакта Я рассказал тебе Как им пользоваться Я постигаю Сегодня Все-таки Ну, ты погуглил бы Там, где все написали Что, кстати, дальше за песня будет Уже, да? А что, не надо? А, да, давайте Следующая песенка будет Я хочу всю твою программу Успеть сегодня Следующая песенка будет Называться Борода Ну, наконец-то Ее просили Я считаю, что это одна из самых моих Глубокомысленных песен Вот, которые я сумел написать В последнее время Вот И она в альбоме звучит Вообще абсолютно по-другому Она такая Ну, в общем, такой Drum and bass дикий Там Очень жесткий Вот И я долго думал Как ее можно спеть под гитару Потому что мне очень нравятся Слова в этой песне Но ее под гитару Нельзя было просто исполнить Вот в том варианте Как она была записана Вот И потом Ко мне пришло понимание И я ее сделал Без гугла? Без гугла, да Само пришло Офигеть Вот В регги таком формате Я, кстати, хочу сказать Что если есть какие-то регги-исполнители У меня просто мечта такая Чтобы эту песню Исполнил какой-нибудь регги-исполнитель Так что Уважаемые регги-исполнители Если вы слушаете нас И вам эта песня понравится То я буду очень рад Если вы ее споете Так, я сейчас обращаюсь Потому что записывать я ее В регги-варианте не буду А мне она очень нравится Как она вот звучит А почему сам-то не будет? Ну, потому что она вот Уже вот записана Хорошо, я сейчас обращаюсь К тем регги-музыкантам Как же это звучит? Регги-музыкант Которые, возможно, Слушают эфир сейчас Если вдруг у вас возникнет Желание и интерес Дима Дубров Сам вам даст право И возможности Более того Отмоет эти права От себя самого Как я понимаю Подарит возможность Сделать эту песню В регги-варианте Поехали? Поехали Смотрю, как оголяются Твои провода Изнутри наружу растет борода Небо остановит здесь Свои облака Полные стаканы Черного молока Ты Клеопатра Я работник балда Кому теперь достанется Твоя борода Небо остановит здесь Свои облака Осень патриарха Через чур коротка Дима 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 Дим Смотрю, как оголяются твои провода Изнутри наружу растет борода Небо остановит здесь свои облака Полные стаканы черного молока Ты Клеопатра, я работник балда Ты думала, что ты еще совсем молода Небо остановит здесь свои облака Осень патриарха, все с молотка Субтитры сделал DimaTorzok Кому теперь достанется твоя борода Ты думала, что ты еще совсем молода Небо остановит здесь свои облака Суета Кстати, когда я рассказал, как читать сообщения Александра Аламова пишет Ух ты, про сообщения круто Я, правда, можно читать не знал Так никто не знал Интересно и очень круто Виктор Александрович Вот ты с иронией относишься к этой песне? Она нравится Она не ироничная, она очень глубокомысленная, я не шучу Это очень глубокая песня В части какой? Извини, в припевной части или в запевной части? Нет, в запевной в основном Здесь дело в том, что слово борода Это сленговое слово Объясняй На сленге там борода Это случилась борода То есть какая-то проблема А, ты об этом? Да, то есть изнутри наружу растет борода Ты смотри А ну-ка перепуй Я сейчас так заново для себя смотрю Так, что это очень глубокая песня Это вот о проблемах, которые изнутри наружу растут просто Вот, как-то так Хорошо Ну и надо осень патриарха книгу было, конечно, прочитать Чтобы уже осознать окончательно эту песню Хорошо, ладно В исполнении Ромы ВПР, мне кажется, не звучало бы, пишет Мария Смож Потом ты пишешь Хотя Задумался человек реально Ну где вы, ребята регийные? Давайте-ка, может быть, кто захочет из вас действительно спеть эту песню Я думаю, что в вашем репертуаре она добавит какого-то интересного смысла, подтекста Очень часто, кстати, бывает, когда вот ты сам сказал, что у тебя есть песни помимо своих Еще и чужие, да? Чужих авторов Других авторов Ты по какому принципу отбираешь, ну, скажем, или как бы у тебя появилось желание спеть эту песню Текст глубокий, либо дружеские отношения с этим человеком Или, может быть, если у вас дружеские отношения, но текст фуфло, ты, в общем, говоришь Нет, извини, не могу Дело в том, что я в свое время очень много записал проектов с разными музыкантами Ну, которые, так сказать, потом не сильно продвигали свое творчество И вообще, может быть, этим уже не занимаются Вот, но мне кажется, что у них очень много осталось достойных песен И как бы, ну, это мои друзья Ну, это я говорю о своих друзьях, с которыми я работал Вот И мне как бы хочется взять какую-то песенку, которая уже лежит где-то на полке 8 лет, к примеру А мне кажется, что она достойна какого-то исполнения, и я вижу, как ее сделать хорошо И все вот как-то так То есть у меня была вообще сначала идея сделать какой-то альбом песен моих друзей Вот такие песни, которые остались вот немножечко, так сказать, в стороне от массового слушателя Вот, чтобы им как-то это донести все Но альбом это все... в альбом не сложилось, и я как-то так вот иногда... Концепция не подошла, я понял Да, а я иногда просто беру вот такую песенку Ну, опять же, это так сложно все Все как-то само происходит, спонтанно, на самом деле Дмитрий Выс пишет У меня, похоже, уже входит в привычку, что я прихожу на ночную смену, включаю программу «Живые» Спасибо вам Сегодня открыл еще одну группу для себя Вот видишь, сегодня у тебя появился еще один слушатель, поклонник Ну, я так шучу насчет один, ты глугласки-то не что-то опустишь Не один, много, много, много Это один только признался в этом Я понял Людям становится неловко иногда признаваться в таких вещах Особенно после того, как я говорю, что песни этой группы крутятся в постоянной ротации Особенно после того, как ты сказал, что первые сто сообщений можно прочитать еще Теперь уже... Все, я король Да, вообще неловко Я сегодня король Я сегодня буду спать, наверное, на постаменте Так, Оливия Старцева пишет А я думал, что эта песня про Кончиту Ворст Нет, нет Вот тебе, пожалуйста, насколько трактовочка-то интересная получается Нет, к счастью, нет А ты всем говоришь, что да? Ведь поверят же Время все меньше и меньше, 15 минут всего остается до конца Еще две песни у нас, правильно же? Ну да, можем две А можем? Можем три А можем три? Да Только ты не забудь, какую хотел последнюю Хорошо Давай, тогда споем три А чего, собственно, тянуть-то? Мне кажется, что сегодня, раз уж действительно появляются те люди, которым ты сегодня открыл себя Ну, пусть они так давно наслаждаются по полной программе Что будет за песня? Песня называется «Было и прошло» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня плотник 82 Погнали Раскачаются качели Страшно и смешно По наружку или в самом деле Было и прошло Мы с тобой кружимся в танце В вечность ноги шом Больше нечего стесняться Было и прошло Осень незаметно станет белым порошком Мы с тобой все проспали Было и прошло Украду тебя однажды Выведу в офшор Остальное Все неважно Было и прошло Субтитры создавал DimaTorzok Украду тебя однажды Однажды Выведу в офшор Остальное Остальное Все неважно Было и прошло Что-то я тебя однажды Выведу в офшор Тоже хорошо Но сейчас Это я рифму Случайно подобрал Но где ты берешь Блин эти рифмы Скажи мне Где ты берешь Вот эти словосочетания Откуда у тебя Рождается это все Вроде как мы с тобой Похожи У тебя руки У меня руки У тебя ноги У меня ноги У тебя тело, голова И у меня тоже А я диву даюсь Насколько красиво И эффектно Ты подбираешь Вот эти совершенно Необычные метафоры Украду тебя И выведу в офшор У меня жена Бухгалтер просто Все спасибо Ответ исчерпывающий Роман Веспалов Вопрос задает А как голос Переключается на металлический Это примочка Какая это педалька Или что просветить Темного человека Ну педалька да под ногой Да Эта педалька Называется Чернецкий Да Называется Чернецкий Называется TC Геликон Ну это Вокальный процесс Да Я тоже поначалу Что-то дернулся В первый раз Когда вдруг В одной из первых песен Пошел в другую Сообразил Да Педалька под ногой Не под пальцами Не под рукой Под ногой 4647 Это короткий номер Для смсчек Ваши сначала Пишите свои Пробельчик А дальше Ваше сообщение Это если вы хотите Пользоваться смс Смсками Кстати сказать Смски у нас Дешевле не придумаешь 5.30 всего стоит Смс На какой радиостанции С такой ценой сталкивались Так что если вдруг что Пишите Сильно то В общем то Вас это не Как сказать Слово то какое В общем беднее не сделает Не разорит Умница Спасибо Юра Не разорит Давайте Я предлагаю Давайте Раз время у нас ограничено Мы давайте еще одну сразу А потом уже перед финальным Поговорим еще чуть-чуть Смотри как встрепенулся Просто мне самому захотелось Сейчас сыграть эту композицию Это инструментальная Это как раз вещь А это бывает редко Когда ему самому хочется Поэтому надо хвататься Сейчас за эту мысль Как называется эта вещь А вот она как раз называется 19.02.2014 А вот то самое Да Ну хорошо Не могу тебе отказать Так что у всех У кого день рождения в этот день Мы с удовольствием Можем вас на корпоративах И ее сыграть В общем за недорого Поехали Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо Спасибо Вот удивительные конечно вещи случаются Это всегда касается творчества Это всегда касается музыки Театра Кино Если человек глубок Ну режиссер Либо композитор Либо музыкант Который вкладывает в музыку В определенном смысле То что хотел бы сказать Ну без текста если То не надо даже текста Я тебе скажу больше Здесь все совершенно четко Понятно Читается абсолютно То настроение И то состояние Которое Ты испытывал Ну в общем да Когда было тогда Когда ты писал эту вещь Ну что на одну вещь еще Мы сегодня даже больше сыграли Чем нужным было Еще вот есть времечка На одну Замечательную песню Я уверен что Она понравится тем Кто ее никогда не слышал И рады будут те Кто знает эту вещицу В обязательном порядке Надо вот что сказать Спасибо тебе большое Спасибо вам Аллочка тебе тоже Большое спасибо За то что Помнишь о нас Приходишь к нам Не забываешь Также Дуброва Помогаешь Вот Это всегда важно Взаимовыручка И скажем так Взаимообмены Это всегда очень приятная И потрясающе Энергетически объемная Штука на самом деле В этой оранжевой студии Очень многие люди Получают вдохновение Правда И мы сознательно Все старались сделать так Чтобы музыкант Который пришел сюда Ушел отсюда Одухотворенным Вот сегодня Тебе Хотя нет Ты тоже тут бываешь Частенечко Я сейчас вспоминаю С Аниной эфиры Бывало Да Алла Второй раз Отсюда уйдет Я уверен В этом Одухотворионная Будет такая Надо заканчивать К сожалению Время наше вышло Завтра В качестве анонса Общаю в программе Живые группа художник Для многих Это будет Первое Знакомство с коллективом Для тех Кто внимательно слушает Эфиры Своего радио Давно уже понятно Что это замечательный Интереснейший коллектив И завтра он выступит Здесь в программе Плотник 82 попрощается Каким произведением Скажи мне Произведение Называется Тебе Собственно Это песенка Которая вот Была записана С Тимофеем Мировяковым И Лешей Вдовином Всем спасибо До свидания Пока Похоже, это еще не все Вот он я И вот то, что во мне Ты помнишь Ты помнишь Когда-то Случилось так Что вода не горит В огне И наши слова Горячей с каждым днем Слова Обжигают рот И я спрашиваю их А кто же все-таки Будет плыть Если каждый нашел Свой брод Но ты сделал свой выбор Это можно понять Все оставят крылья В этой войне Ну а что до меня То за свой Последний патрон Я благодарен Тебе Я благодарен Вам всем За каждый свой день И за каждый Следующий шаг За то, что я До сих пор Не знаю Кто здесь жив А кто прав И если так То уж пусть будет так Ни слова больше В этой строке А за то, что меня Еще хоть Кто-нибудь ждет Я благодарен Тебе Я благодарен тебе Закрылья в руках Закрылья в руках И соленые слезы земли И если здесь И если здесь еще Хоть что-нибудь Можно За то, что мы хоть Я благодарен тебе Я благодарен ткс Тебе Я благодарен тебе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok